Наука и технологии на телерадиоканале Страна ФМ Рубрика «Наука и технологии» Сегодня у нас в гостях Анастасия Веселова Координатор проекта научной лаборатории Политехнического музея Настя, добрый день Здравствуйте Я правильно всё рассказал? Да, всё верно Всё, всё, всё соответствует действительности На данный момент пока да Слушай, мы потом по частям как-то разобьём Потому что у вас огромное количество интереснейших проектов Я об этом уже знаю Мы с тобой до эфира об этом чуть-чуть поговорили Но в общем, что это такое, что это из себя представляет И что получают те люди, которые придут Ну вот те же новогодние праздники, да Если в общих чертах просто об этом говорить Научная лаборатория Политехнического музея Это большой проект, который состоит из пяти лабораторий Химии, физики, математики, робототехники и биологии Где мы предлагаем различные программы, курсы, кружки для школьников В общем-то для детей, начиная от трёх на данный момент до 18 лет И сопровождаем это ещё в том числе проектами И для взрослых людей, и других каких-то категорий А вот люди конкретнее, если говорить, что они получают Это же получается какой-то научно-развлекательно-просветительский, наверное, обучающий Да, как это правильно сказать? Это скорее, да, просвещение Мы стараемся сделать науку ближе к людям К детям в первую очередь Рассказываем, что наука это очень интересно и не скучно И даём им всё попробовать руками То есть лаборатория, почему это называется лаборатория? Потому что это в первую очередь практика То есть каждый ребёнок, который туда приходит Не важно, сколько ему лет, 3 года ему или 18 Он может всё сделать руками Слушай, а скажи мне, пожалуйста Вот люди, которые приходят То есть есть ли это направление, там, ты сказал, 5, да? Их химия Химия, физика, математика, биология, робототехника То есть это ребёнок, придя к вам, может ещё устроить какие-то Под присмотром, естественно, старших, профессионалов Это всегда Устроить какие-то химические опыты самые настоящие? Химические опыты, да Иногда даже сделать огромные проекты Сделать физические опыты Сделать какие-то межлабораторные истории Посмотреть на различных животных в лаборатории биологии Более того, у нас есть лаборатория математики Это немножко нонсенс Люди не очень понимают, что такое лаборатория математики Но в лаборатории математики можно посмотреть на математику Не в тетрадочке, в клеточку А на объекты, которые показывают и объясняют математические явления Которые тоже можно потрогать Но это уже с физикой как связано, да? Нет, это связано с математикой как раз Для меня это сложная история Хочу узнать об этом потом Приходите к нам Обязательно, но это будет чуть позже Потому что, ну, допустим, химия, мне понятно Берёшь одно вещество, смешиваешь с другим Пошёл дым, что-то там прозвучал, какой-то мини-взрыв маленький Опыт случился Ну, это совсем простым языком, да? Верно А математика там как вообще? В математике, например, есть такие вещи, как параболы Например, всем известные У математики есть макет параболических антенн Когда можно поставить параболические антенны друг напротив друга И сжечь бумажку И так между ними И так понятно, как работали Для чего вообще нужны параболы Как они используются, например, в судоходстве И в нынешнем мире Посмотреть на то, как работает стоп-ходящая машина Посмотреть какие-то сумматоры Которые считают тебе числа Показывают тебе приёмы Сложения, умножения Деления Более сложные вещи Как бы наяву при тебе Слушай, а сколько это длится по времени? Вот как человек приходит Он же не только приходит просвещаться Или обучаться Ну, просвещаться, скорее всего, да? Так будет правильно Но он ещё хочет получить праздник, да? Ну, я к тому, что новогодние праздники впереди И вы устраиваетесь с этим тоже Там много интересных мероприятий всех Да, мы устраиваем новогодние ёлки Научные В этом году это называется Операция Йон Это праздник, у которого есть общая часть Обычно дети думают, что они А можно спойлеры? Можно, почему нет? Чуть-чуть Нужно? Дети приходят и думают, что они пришли Встречать какой-то обычный Новый год Дед Мороз, Снегурочки Сейчас мы будем водить хороводы Ну, а стишки, вот эти мешок там с подарками Да, вот это то, что каждый год повторяется Но обычно у нас что-нибудь идёт не так Поскольку ёлки ведут настоящие учёные Что-нибудь идёт не так с научной точки зрения И поэтому мы призываем наших зрителей Которые к нам приходят Помочь нам решить какую-то проблему Вот на этот раз у нас тоже будет проблема Которую мы собираемся решать И не сможем её решить без ребят, которые к нам придут Слушай, а новогодние ёлки Ну, поскольку до них остается там буквально месяц с копеечками, да? Скажи мне, там новогодние ёлки Там висят обычные игрушки? Или там как-то... Человек приходит, он сразу понимает, что он попал там Не совсем туда, куда хотел В хорошем смысле этих слов, естественно Это сюрприз На ней точно будут висеть игрушки А вот какие, наверное, они узнают уже прям там У нас будут ёлки Как раз генномодифицированные на этот раз И, может быть, там будут не просто новогодние игрушки А те гены, которые мы привьём этим ёлкам Ну, я тебе подробнее об этом ещё спрашиваю Потому что, мне кажется, интересная история Друзья, у нас Анастасия Веселова в гостях Мы к вам вернёмся через несколько минут Друзья, на телерадиоканале «Страна.ФМ» Прямо сейчас продолжается наша ежедневная программа Называется она «Наука и технологии» В гостях сегодня у нас Анастасия Веселова Координатор проекта научной лаборатории Политехнического музея Настя, ещё раз большое спасибо, что пришла Ещё раз добрый день, здрасте Слушай, мы вернёмся ещё к новогодним утренникам Ну, поскольку до них ещё есть время Мы сегодня договорим о них Я знаю, что у вас ещё есть же в форме кружков Всё это, да, каких-то проходит То есть вот непосредственно Ну, это как можно назвать? Обучение, да? Можно назвать это обучением, да Наверное, в какой-то степени У нас есть несколько форм программ Есть как раз кружки, о которых вы говорите Это такие занятия, рассчитанные на семестр Как правило, это 10-12 занятий в курсе Куда отдельный родитель может привезти отдельного ребёнка И он занимается Это такая законченная история Законченный курс с первого по 12 занятия Рассчитаны не на детей, как правило, с первого класса В химии, правда, в химии можно пойти и в 3, и в 5 лет Все остальные лаборатории работают с ребятами с первого класса и по 11 То есть можно выбрать то, что интересно Электронику, магнетизм, биологию Лаборатория Дуримара Если кто-то хочет попробовать стать медиками, есть кружок по медицине Есть также кружки в лаборатории математики, в робототехнике Программирование, визуальное программирование Scratch и так далее, Minecraft Все вот эти вещи, которые сейчас на слуху у нас Этим можно заниматься длительный курс Есть занятия для школьников, когда можно прийти целым классом Если не хочется сразу, может быть, некоторые не уверены, что готовы заниматься полгода Можно прийти с классом и получить одно занятие вместе с учителем Может быть, сделать какую-то лабораторную работу И закрыть какую-то тему из школьной программы Или выйти из ее рамки Не знаю, мы устраиваем бои сверчков в биологии Бои сверчков? Да Слушай, а как это происходит? Можно потрудить? Мы разводим сверчков в лаборатории И есть такая история о том, что сверчки, их можно перепрограммировать как компьютер То есть, например, когда им нужно перелететь куда-то с тая То у них появляется вожак, их куда-то ведет То есть они куда-то летят Но потом их можно перепрограммировать, рассадив их На самом деле, возможно, я что-нибудь сейчас прибираю, потому что я не биолог Но подробнее как раз можно узнать на занятии И перед занятием я знаю, что в нашей лаборатории биологии Они рассаживают сверчков в разные такие емкости Они всегда там целую ночь И потом какой-то из сверчков становится более агрессивным Он и вожак, я так понимаю Скорее всего, да Не буду врать Поэтому вот продолжение этой истории как раз, наверное, на занятия Мне бы, наверное, тоже можно было сходить Но кажется, я уже не очень подхожу по возрасту Да ладно, вместе пойдем Да Есть еще масса вещей Есть более серьезные вещи Ну, как бы это все серьезно Но есть занятия, где используются настоящие бычьи сердца Есть занятия с крысами в лабиринте Крысы, которые решают в лабиринте задачи Соответственно, на химии работают с настоящими реактивами В лаборатории с индивидуальными вытяжками и так далее В общем-то, везде так Слушай, у нас буквально вот сейчас 40 секунд остается Скажи мне вкратце, а возможно такой вариант, когда вот есть ребенок И он, ну, немножечко не понимает по основной программе что-то в школе, да? Или, допустим, ну, надо учить математику в любой или физику, да? Ну, потому что надо просто А он как бы не очень хочет это делать Попав к вам, он... Вы как-то можете сказать, товарищ, вот смотри, как все весело и хорошо может быть на самом деле А не так, все точно, по-научному Сказать как раз мы ему можем, что может быть все точно и по-научному Но это может быть увлекательно, интересно И мы как раз существуем для того, чтобы дети смогли, наверное, полюбить науку И увидеть ее глазами по-настоящему Ну, вот это самое главное Друзья, еще раз напомню, Анастасия Веселова, координатор проекта научной лаборатории Политехнического музея сегодня у нас в гостях Мы к вам вернемся после небольшого перерыва Друзья, телерадиоканал Страна ФМ Науки и технологии, так называется наша рубрика Которая каждый день идет здесь у нас на телерадиоканале И сегодня у нас в гостях Анастасия Веселова, координатор проекта научной лаборатории Политехнического музея Очень интересный у нас разговор Мы вот про детей продолжаем, Настя, с тобой говорить Слушай, ты сказала, что минимальный порог, да? Это три года, да? В три года уже приходит? Да, в три года А когда они действительно могут... Ну, говорят-то там, не все еще очень хорошо, мягко говоря, да? Они воспринимают всю информацию, которую вы даете? Ну, во-первых, наши преподаватели, конечно же Все занятия разработаны, это авторские программы И, соответственно, те люди, которые разрабатывают программы для малышей В том числе для трехлетних Как раз те люди, которые умеют общаться с этой аудиторией Неважно, говорит она, не говорит Потому что аудитория своеобразная, это понимаешь Да, ее нужно понимать Конечно же, для трехлеток Для трех-четырех-пятилетних У нас существуют занятия в лаборатории химии Это скорее окружающий мир и познание его в целом А не какая-то отдельная наука Несмотря на то, что это относится к химии Ну, так в общих чертах все дается, да? Всего понемножку, наверное Да, и даются какие-то опыты, скорее всего Которые можно потом воспроизвести дома Повторить Мы знаем, что дети, особенно маленькие Любят пересматривать много раз мультики Любят повторять все, что они сделали Это приносит им восторг И так они запоминают и делают свои собственные открытия Но там же все в игровой форме происходит, да? Конечно На самом деле практически все Обучение везде происходит в игровой форме Потому что это дети Через игру они лучше всего учатся Особенно в три года, да? Если учитывать возраст Слушай, а вот ты говорила о многом Там химия, физика, математика И робототехника, опять же, да? А прозвучала интересная фраза Кружок Дуримара, да? Или как он? Да, это один из кружков Примерно Это один из кружков нашей лаборатории биологии Называется она лаборатория Дуримара Там дети действительно изучают микроорганизмы Есть также кружок «Личная жизнь растений», где дети изучают, соответственно, растения Есть кружок по медицине для самых маленьких с первого класса Самый юный медик и для постарше просто юный медик Там как раз все вот эти вот органы и так далее Все серьезно Мы подписываем с родителями различные документы о том, что они не против, чтобы мы занимались этими серьезными вещами Вот, что еще есть? Есть еще кружок, который называется «Микроскоп и я» Это такая игра слов «Микроскоп и я», «Микроскопия», когда можно рассматривать всякие маленькие вещи под микроскопом У каждого ребенка, соответственно, оборудование, которому принадлежит Есть кружок, который называется «Крысиная история» У нас есть огромный водный лабиринт, в котором мы запускаем крыс Ребенок на время семестра получает условно свою крысу, которую он дрессирует Есть наивные крысы необученные, есть крысы обученные Наивные крысы? Да, они называются наивные крысы, да, которые совершенно Да, да Бывают люди наивные, знаешь Да, бывают крысы, они у нас так и подписаны И обычно крысам мы раскрашиваем хвост, чтобы понять, кто из них наивный и кто уже не очень И крысы решают различные задачи, и это в том числе основа какой-то нервной деятельности и так далее Крыс Людей мы пока не можем в нашей лаборатории изучать, поэтому приходится разные вещи узнавать на крысах Ну а люди — это отдельность, более сложная, мне кажется, история Да Более глобальная Слушай, а вот дети приходят раз в неделю, как ты говорила, или есть там еще как-то можно каждый день, чтобы они приходили по чуть-чуть, да? Вот сейчас как раз мы ведем набор в кружки, и это как раз та история, когда нужно приходить раз в неделю Есть занятия в робототехнике, там, по программированию C++, которые происходят два раза в неделю Потому что больший объем, но, как правило, это раз в неделю, где-то 10-12 занятий Растягивается это где-то на полгода То есть, например, с сентября по декабрь, вот сейчас мы заканчиваем семестр И сейчас ведем набор на следующий семестр, который начнется с января и закончится ближе к майским праздникам в апреле Да, это такой формат, есть формат про школьников, про который я говорила И есть формат таких отдельных занятий для семейной аудитории Либо для отдельных детей, либо можно прийти с родителями Когда люди приходят в выходной день, купив билет, как в кино Заняться чем-то полезным собственным ребенком, либо отправить собственного ребенка, чтобы он занялся чем-то полезным Потом можно это обсудить У нас есть такие занятия в лаборатории химии, когда взрослому не нужен отдельный билет Или особенно, если это маленький ребенок, ну, там, младше 10 лет, который идет на занятия с большим возрастным цензом Ему трудно справиться самому Поэтому мы приглашаем родителей пройти вместе с ребятами, заняться этим вместе И потом обсудить общие впечатления Слушай, ну дети, это понятно, если взрослый человек, условно говоря, мне 150 лет, да? Примерно как мне Ну ладно Я вдруг решил, вот что-то как-то я хочу наук, но хочу так вот, чтобы было весело, непринужденно, как творчески Подошли к обучению, могу я прийти, нет? Да, у нас есть занятия для взрослых, например, в лаборатории химии, отдельное занятие, вот так вот, прийти на час Называется «Страсти по вину» Хорошая тема Да, наш заведующий лабораторией химии Денис Жилин рассказывает о различных винах, о спиртах и так далее Он даже просит, кажется, там есть подготовительная работа, когда он просит дома за 4 дня приготовить брагу Чтобы изучать ее, соответственно, мы не имеем права ничем кормить, ничем поить наших посетителей У нас есть занятия для взрослых в лаборатории физики Это курсы, физика для взрослых, это для тех, кто, например, забыл школьную программу Или сейчас много о чем говорят, да, не знаю, черные дыры и так далее И ты кажется, что ты что-то об этом слышал, но не совсем помнишь Давай об этом подробнее попозже поговорим, потому что тема интересная Мы с тобой за эфиром обсудим Как-то «Вина» как назывался? «Страсти по вину» Друзья, мы к вам вернемся очень скоро Будьте со «Страной ФМ» Друзья, наука и технологии, так называется наша каждодневная рубрика на телерадиоканале «Страна ФМ» Прямо сейчас она продолжается Напомню, у нас в гостях сегодня Анастасия Веселова, координатор проекта научной лаборатории Политехнического музея Настя, вот еще о чем хотела спросить О главных людях, от которых, собственно, все зависит И которые в этом принимают непосредственное участие Те люди, ну как, не преподают, а которые Развлекать, тоже плохое слово Которые участвуют во всем этом просветительско-развлекательном Я бы сказала, даже создают, наверное Создают праздник научный Ну вот так, да, как-то Много праздников, различные научные программы, да Мы, кстати, делаем праздники, делаем дни рождения О людях Конечно же, вот пять лабораторий, которые я перечислила У них у всех есть заведующие лабораториями Биологию представляет Илья Калмановский Который просветитель, ведущий подкаста «Карманный ученый» Человек, которого можно было видеть на телеканале «Культура» Он читает лекции даже в торговых центрах Просто на весь торговый центр Он читает научные лекции Он как раз тот человек, который душа лаборатории биологии Вместе со своими коллегами-преподавателями Они придумывают новые-новые занятия Разрабатывают пособия Голову питона, которую можно надеть на себя И почувствовать, как чувствует себя змея Любая змея слепая, например, они реагируют на тепло Это то, что они придумывают вместе со своими преподавателями Которые тоже действующие ученые Они пишут дипломы, магистрские диссертации, докторские диссертации Заканчивают аспирантурой И вторым своим призванием видят необходимость разговаривать с детьми о науке И доносить это У нас есть заведующий лабораторией физики Алексей Иванченко Который шоумен И он, если вы знаете программу «Галилео», если это можно говорить Я думаю, что они знают все, конечно, в свое время посмотрят Физические опыты, которые показывали в программе «Галилео» Практически все разработаны Алексеем Иванченко У него есть собственное производство В общем-то, он придумывает кучу различных механизмов Чтобы показать физику наглядно У нас есть Евгений Ширяев Это лаборатория математики У нас в том числе в лаборатории математики есть мастерская С помощью которой они, собственно, делают всю математику Все эти стоп-ходящие машины Все эти сумматоры Все эти различные горки Которые показывают, как катится шарик по циклоиде Параболе, что быстрее и так далее Со своими коллегами В общем-то, они все это придумывают и воплощают в жизнь Есть некоторые вещи, которые я вообще просто думала Что это просто невозможно Невозможно просто это сделать Это какая-то фантастика Есть Алексей Иванов Заведующий лабораторией робототехники С ним работает большая команда Они учат людей программировать На самом деле про это мне говорят тяжелее всего Я совсем-совсем не понимаю программирование Но, тем не менее Это одна из Это, пожалуй, самая многочисленная лаборатория По количеству кружков и программ Регулярных для детей Вот когда занимаются по семестрам Кого я еще забыла? Мне кажется, что я кого-то забыла Конечно, химию Денис Жилин Автор многих учебников Автор различных наборов Для опытов Которые можно делать дома с детьми Такой сумасшедший ученый Который придумывает все вот эти вот страсти по вину Который отливает из олова солдатиков И различные другие отливки Который обрабатывает древесину И дает детям в руки настоящие химические реактивы Посуды, инструменты и так далее Вот Команду они набирают себе, соответственно, сами Те ребята, которые преподают То есть невозможно разорваться Сами они ведут не все занятия, которые у нас есть Но, тем не менее, они набирают Таких же увлеченных, молодых Действующих ученых Слушай, Настя, ну я не могу тебя спросить Ты предполагаешь, о чем же Ты рассказал сейчас о многих таких ключевых фигурах Которые у вас есть Но у нас же в гостях Анастасия Веселова Пути становли... Как ты к этому вообще пришла? Что, с чего? Где был тот волшебный пинок? Или просто искреннее желание После чего ты сказал Я хочу заниматься вот именно этим Чем ты сейчас и занимаешься? На самом деле, наверное, я никогда не мечтала заниматься тем Чем я сейчас занимаюсь Это трудно было бы вообще себе вообразить Но... И это произошло со мной случайно На тот момент, когда ко мне поступило это предложение Я вообще жила в Питере Собралась там остаться и как-то встать на ноги Это был совсем недолгий период Шел девятый месяц моего пребывания в городе на Неве А потом ко мне пришло предложение От моих хороших друзей Которые сказали мне, что есть вот такая интересная работа В политехническом музее И... Сначала я думала, что все это шутка И не собралась, в общем-то, никуда Потому что странно Я сначала перевозила себя, кота в Питер А теперь все обратно Но... Я поняла, что эта мысль не уходит из моей головы И где-то примерно через сутки После того разговора, который состоялся Я перезвонила, сказала Слушайте, вы серьезно? Мы сказали Да, мы серьезно И, может быть, ты хочешь попробовать И... Через 10 дней я вышла с поезда в Москве И с тех пор Работаю в научных лабораториях Политехнического музея Три с небольшим годом Ну и как ты уже сказал За эфиром Ты считаешь, что Другую работу ты себе представить И не можешь вообще Это самое лучшее Лучшее, что могло произойти Я бы сказала, что на данный момент Это лучшее, что со мной произошло В плане работы, да Я не знаю, наверняка Есть что-то еще круче Ну, то есть Нет предела Друзья, напомню Наука и технология продолжается В эфире телерадиоканала Страна.ФМ Анастасия Веселова Координатор проекта Научной лаборатории Политехнического музея У нас в гостях У нас еще много тем Мы поговорим и об утренниках О том, как они проходят И куда, собственно, приходить Людям куда звонить, да? Чуть попозже Конечно, только не утренники А как называется правильно? Ну, я бы назвала это просто Новогодним представлением Утренник это прям детский сад Значит, о них поговорим Друзья, телерадиоканал Страна.ФМ Напомню, сегодня у нас в гостях В рубрике Наука и технологии Анастасия Веселова Координатор проекта Научной лаборатории Политехнического музея Настя, еще вот по поводу Чего хотел спросить Смотри, вот полгода Да, обучение происходит Ну, в принципе, может и дольше Да, ребенка приходить Да, можно продолжать Но минимальный курс Это полгода Это курс называется, правильно? Кружок Ну, курс Вот курс длиной полгода, грубо говоря Да После его окончания Получает ребенок какой-то Ну, это не сертификат Ну, грамоту на память Чтобы мог повесить на стену И как бы говорить Вот, смотрите, там, друзьям Я вот ходил И вот мне дали Да, мы выдаем сертификаты Об окончании Это не какой-то документ Подтверждающий образование Это действительно Как бы грамоты Которой можно гордиться Либо можно добавить В свое портфолио Как правило, дети И особенно старшеклассники Собирают некое портфолио Которое помогает им потом поступить И набирать какие-то баллы Помогающие поступления Да, выдаем Слушай, ну если переключаться Теперь на праздники О которых мы тоже хотели Сегодня поговорить Во-первых, потому что До Нового года Остается все меньше и меньше времени Но о нем чуть позже Вот дни рождения ты говорил Да, это как все выглядит То есть кто-то хочет Справить день рождения Своего ребенка, допустим Да, и они выбирают Какую-то тему определенную И в этой теме все Проходит весь праздник Или как? У нас есть Лаборатория физики Лаборатория биологии В которых сейчас Мы можем провести Дни рождения И та, и другая Предлагает определенные программы В лаборатории физики Это две программы Лед и пламень И самый сильный Они называются То есть родители Придя на наш сайт И прочитав Какие мы предлагаем Сделать с его ребенком Опыты И провести эксперименты Он выбирает Определенную программу Собирает гостей Друзей своего ребенка Как правило Это получается группа Примерно одного возраста Но на самом деле Иногда бывает Что бывают Младшие братья и сестры Это ничего страшного Их тоже можно брать С собой Пропустила Лаборатория робототехники Конечно тоже делает У нас день рождения Собирается компания детей Все вместе они приходят К нам в лабораторию И проходят Если это лаборатория робототехники Такой определенный квест Они что-то там Расшифровывают Подбирают какие-то коды Что-то программируют Параллельно всему этому Они снимают фильм о себе Они могут в этот момент Меняться ролями Кто-то будет сценаристом Кто-то оператором И решают какую-то определенную задачу Все это длится около полутора часов С ним работают два преподавателя Которые актеры преподавателя Которые вовлекают их в процесс Чтобы было интересно И помогают им ориентироваться В той научной части Этого праздника В конце в лабораторию робототехники Они заканчивают снимать фильм И через некоторое время Мы им высылаем готовый продукт В лаборатории физики Это скорее больше похоже на шоу То есть там также с ребятами Работают два преподавателя Которые вместе с ними помогают Провести различные эксперименты Они запускают дым в машину Они замораживают цветы Жидким азотом Что еще? Они поджигают руки И в общем-то Звучит сурово Да Есть такой фокус Который Которым можно удивлять потом Не фокус, а такой эксперимент Которым можно удивлять потом Своих гостей На любом празднике Это всегда впечатляет И в общем-то Делают множество Множество экспериментов Сначала их делают преподаватели Потом дети пробуют Это все сделать сами Такой прям праздник Это очень динамично В лаборатории биологии Ребята изучают Флюоресцирующих рыбок Которые светятся в ультрафиолете У них вообще-то Есть там две комнаты Одна светлая В которой они проводят эксперименты Которые можно увидеть глазом А в другой комнате Они проводят эксперименты Которые можно увидеть Только в ультрафиолете Например Совсем недавно Выяснилось Что оказывается Скорпионы Которые тоже у нас есть в лаборатории При линке Светятся в ультрафиолете Совершенно непонятно почему Например Морские раковины Светятся в ультрафиолете У нас есть действительно рыбки Которые плавают в аквариуме Светятся в ультрафиолете И в общем-то Мы им объясняем Почему так происходит в мире И проводим Такие эксперименты Естественно Лаборатория биологии Полна животных У нас есть хамелеоны Гекконы Питоны Настоящие живые Все по-настоящему Вообще у нас вся навыка по-настоящему У меня такое ощущение Можно к вам не раз в неделю приходить А просто поселиться и жить там Какое-то время Вот однажды я сделала этот выбор И живу там Да, конечно Кстати, да Вот живой пример, пожалуйста Слушай, ну с днями рождения Понятно Но у нас Новый год Все-таки О котором мы тоже хотели поговорить У нас минута остается Когда, что, где начинается До Нового года Или после тоже будут продолжаться Новогодние каникулы Вот об этом расскажи тоже И в какой форме все это происходит Да, все начинается с конца декабря Первая елка пройдет 23-го числа 23-го, 24-го С 26-го по 30-е По две елки в день мы делаем В 11-14 часов И после новогодних праздников С 3-го по 5-е число Тоже по две елки в день 24-го, кстати, три елки Нас попросили сделать еще И мы добавили еще одну в 17 часов Для тех, кто может только вечером Как все происходит Мы собираем ребят Сначала в нашем общем холе Так как все приходят в разное время Мы придумываем, чем интересным занять Пока не начнется главное действие Потом мы их заводим в зал И в игру вступает наш Дед Мороз Ой, Настя, ну в общем надо прийти И тогда все увидят У нас просто остается 25 секунд Да, нужно приходить Куда звонить, где искать и что Культурный центр ЗИЛ Минус первый этаж Это метро Автозаводская Улица Восточная, 4, корпус 1 Звонить по телефону 495-780-6025 Там ответит администратор Который сможет все рассказать Либо, конечно, на сайте елка.полимус.ру Анастасия Веселова была у нас в гостях Настя, большое спасибо тебе Спасибо вам Приходи еще, пока Спасибо